Чё, ты уже пришёл? Да ещё там Макса записывай. Что? Только Макса записывай. Ааа. Ты чё делаешь? В левом эфире. Ё-моё, а чё ты, а чё это? Знаешь, как в фильмах, накрашенная в постели лежишь. Я всегда такая. Я проснулась и накрашенная. А чё ты пришёл, а? К тебе. Что ты тут? Поцеловать пришёл. Что ты тут ходишь? Пришёл поцеловать. Ну, только иди целуй. Сейчас поцелую. Только камеру убери, мне нельзя показать, куда я тебя буду целовать. Всё, иди. Господи, какой я. Не очень. Ой. Приветики, мои дорогие. Владочка, привет. Владочка. Тебе без ресниц гораздо лучше и намного естественней. Ой, ребят, честно говоря, я сама не ожидала, когда посмотрела эфир, где у меня осталось 3 на одном, 5 на другом. И, в принципе, мне действительно неплохо. Ну, буду иметь в виду. Возможно, даже эти отношу и похожу вообще без ресниц. Пока ещё не знаю, непривычно. Как дела у Саши новой девочки? Ух, девчонки, мальчишки. Как у неё дела? У них всё нормально. Вы видели, наверное, в эфирах, как я за неё заступалась. Вот, по итогу вы сами всё увидите. И я, честно говоря, не поняла её позицию, поэтому всё увидите в эфире. Эфир сохраню. Фигуру бомбы, раскрою секрет. Спасибо за комплимент. На самом деле никаких секретов нет. Не сижу ни на каком правильном питании. Ем всё, что хочу. Почему так похудела? Действительно, я очень сильно похудела. Но, видимо, это связано со стрессом. Не знаю. Хотя, в принципе, у нас всё хорошо. Почему я особо не кушаю? Наверное, времени, что ли, нет. Валечка! Привет, моя дорогая! Валюша, ну как ты? Рассказывай. Я за тебя топила. Мы на поляне за Балдахином. Чё ты смеёшься? Ты надо мной смеёшься? Нет, блин, блин. В Бетте. А, да. Вылитая просто вообще. Она очень на него. Очень сильно. Просто одно лицо вообще. Да, да. Как такое бывает-то? Да что вы все врёте, что ничего не делаете, чтобы похудеть? Слушайте, друзья мои, если бы у меня была какая-то супердиета, поверьте мне, я бы вам её рассказала. А вы где курите в курилке, я курю Айкос. Во-первых, те, кто не знает, у нас есть определённое место. Для этого мы его называем лес. В лесок ходим. Здание у нас всё хорошо. Санкт-Петербургу, привет. Каллога, привет. А что с одним глазом? Опухшая чуть-чуть. С каким глазом? Что у меня с глазами? Дань, что у меня с глазами? Мне пишут, что у меня с одним глазом. А? Да не знаю, вроде всё нормально у меня. Опироль стынет, алло. Привет. Опироль это, конечно, супер, реально. Я уже просто отвыкла от его вкуса, я уже не помню вообще его на вкус. Саратов, привет. Беларусь, привет. В этом лесочке не снимают камеры. Камеры снимают везде. Ксюшка, привет. Ребята, задавайте вопросы, которые вас интересуют. Вот у меня как раз-таки есть полчасика с вами поболтать. Вот, постараюсь на все ответить. Как похудеть в 16 лет? Ребят, в 16 лет худеть не надо. Наоборот, кайфуйте от того, что вы можете кушать всё и не поправляться. Потому что, когда организм молодой, всё это очень быстро уходит. Когда на Сейшелы? Надеюсь, не скоро. Он... спрашивала уже. Рост вес. Вес 48, возможно, уже меньше. Рост 168. Воронеж, привет. Да, телефон дают на час, на определенное время. Есть ли лучшая подруга на проекте? Я общаюсь с Сашкой Черной, она мне тут самая близкая. Ну и, конечно, Брянская. В Армении не была. Свадьба прошла супер. Да, с Аней мы уже давно помирились. Кто на доме курит? Много кто курит, ребят, всех перечислять. Дмитренко, Майя. Куча, на самом деле, людей. Самара, привет. Казахстан, привет. С Аней мы помирились давно, еще раз говорю. Уже месяца как три познакомиться с Данинами родителями. Ребят, ничего не могу по этому поводу сказать. Витя Литвинов не приехал. И вообще он как бы на проект, честно говоря, не собирается. Поэтому... Ребят, я не могу отвечать на все вопросы, потому что их очень-очень-очень много. Я вот какие читаю, какие отлавливаю, на те отвечаю. Почему Кадони не был на свадьбе? Не знаю, как относится к бесу и милению. Мы сейчас нормально с ребятами общаемся. Нам делить нечего, негатива между нами нет. Все нормально. Когда в эфире покажут свадьбу Копиных? По идее, завтра, да, Дань? Послезавтра. Или послезавтра? А по-моему, завтра. Послезавтра. Израиль, привет. А кто живет своей жизнью на прокате? Ничего не поняла. Астрахань, привет. Так, а куда ушла Болинская? Никуда она не ушла. Она на проекте. Керча, привет. Правда ли, что на доме 2 дают текст и выгоняют тех, кто много получает? Ваша участница рассказала, что за чушь, боже. Дань, ты слышал? Ребят, то есть вы реально думаете, что мы просыпаемся утром. Нам дают текст каждому. Ну, и мы, собственно, по сценарию работаем. Конечно, это все чушь какая-то собачья. Конечно же, этого нет. Воронеж, привет. Мы с Даней встречаемся уже 8 месяцев. Когда поедете отдыхать? Ребят, нам надо заняться сначала визой, а потом отдыхать. Да это комиссару говорила на злюка. Чушь собачья вообще. Я в шоке, что он такие вещи говорит. На хрена Захаряш прикопался к мире и не задолбал уже. Слушайте, ребят, ну, я сама не понимаю, честно говоря, вот эти его... Как по мне, это чисто движуха какая-то. Хотя, в принципе, он и так обсуждаемый участник. По всей видимости, мало. Хочет по максимуму взять. Нет, Ледвинов не вернется. Кого не любишь на Доме-2? Да и, в принципе, честно говоря, у меня есть люди, с кем мне приятно общаться, которые у меня располагают. Их не так много на проекте. А антипатии у меня... То есть, чтобы я прям кого-то ненавидела, таких нет. Нет, все происходит по факту каких-то событий. То есть, есть определенная ситуация, я по ней смотрю, как человек себя ведет. Вот, допустим, меня в последнее время, ну, скажем так, немножко неприятно удивила Голд и Саша. Вот, вы потом будете смотреть эфир и поймете. Захар был на свадьбе, скажите хоть кто-то. Нет, Захара не было. Ребятки, всем-всем-всем привет. Сколько апсул на голове? Вот это не могу сказать, не помню. Но больше двухсот точно, потому что у меня микро. С кем общаешься из девочек на проекте? Ближе всех Черно и Брянская. Остальными постольку поскольку. Всем спасибочки, спасибочки мои котятки, кто пишет мне такие приятности. Таня, что у тебя за бизнес? Ребята, миллиарды раз говорила. Миллиарды, вот я даже не знаю. Правда, Таня, будь здоровой. У меня свое турагентство. Сейчас, в данный момент, оно находится в заморозке. То есть оно не работает. Временно я его закрыла. Но так как, когда мы выйдем за периметр, естественно, я все это дело возобновлю. Поэтому. Какие планы на день рождения? Вот по поводу дня рождения, честно вам скажу, не знаю, что делать. Либо лететь в родной город, Воронеж, и отмечать с родственниками. Но я вот буквально вернулась, потому что у меня у папы был 20 августа день рождения. Мы отмечали всей семьей. В общем, не знаю, что делать, оставаться в Москве или же лететь домой. Вообще, вы что посоветуете? Алена с Ебаровым в очень хороших отношениях, дружеских. Я считаю, что ребята очень достойно себя ведут. В том числе Илюха Ебаров, молодец. Очень достойно и грамотно себя ведет. Прям даже не ожидала. Папа, твой Даньке пилюли не дает? Нет, не дает. А за что? У нас все хорошо. Мы не ругаемся. Он меня не обижает. О, ребята, дальше хуже. Это я вам про Захариша. Это еще цветочки. Дальше будет веселее картинка. Поэтому все увидите, все узнаете. У тебя что с глазами? Не в обиду глянь. Уже не первый человек пишет, что у меня с глазами. Может, как-то тень падает. Не знаю, что у меня с глазами. Все нормально. Вот они. Один на месте, второй. Все на месте. Все на месте. А подарок от Дани ждешь как сюрприз или делаешь тонкий намек? Что хочешь? Очень тонкий намек делаю. Да, очень тонкий. Тончайший, да, Дань? Сейчас я вам его покажу. Дань, что ты мне подаришь на день рождения? Открытку. Ну, собственно, на это я ему и намекала все это время. Говорю, я хочу открытку своими руками. Сам нарисую. Вот такие вот подарки меня ожидают. Жду, не дождусь дня рождения, открытки. Так, что у меня с глазами? Слушайте, вы меня теперь... Меня теперь это беспокоит. Что у меня не так? Может, я бровь эту подняла просто? Я сделала перманент, кстати, вчера бровей. Так что не обращайте внимания, что они сейчас более темные. Что не так? Я не понимаю. У меня день рождения 31 августа. Осталось совсем чуть-чуть и будет мне 27 лет. Кажется, будто у тебя асимметричность в глазах. Слушайте, ребят, ничего не знаю. Наверное, просто уставшая, да. Один глаз больше открыт, чем другой. Давайте второй тоже откроем. Поднимите мне веки. Века немного опустилась. А как вы в туалет ходите? Там же камера. Ребята, я уже привыкла. Более того, я вас уверяю, что организаторы, которые там снимают камеры, точнее, следят за камерами, да, по всему периметру. Поверьте мне, они уже столько насмотрелись этого всего. Им вообще по барабану. Кто там ходит в туалет, кто что, им, ну, как бы, им это неинтересно. Естественно, они за этим не следят. Что у Насти с Федей? Понятия не имею. Ничего не знаю. Мы на поляне. Что на островах творится, мы не знаем. Я училась на маркетолога в ЭГУ. Эконом. Экономист я. Леша с Миленой, да, помирились. Все у них хорошо. С чего вы взяли, что они вообще поругались? Все ок. Ок. Да, по поводу площадки, да. Все узнаете позже. А Даня на кого выучился? Дань, на кого ты выучился? Инженер-энергетик. Инженер-энергетик. Если там кому-то это о чем-то говорит. А как университет назывался? Новосибирский государственный технический университет. Факультет энергетики. Новосибирский государственный... Управление энергетической отрасли. Полу-техническая, полу-управленческая специальность. Занимался изучением энергорынков, гидроэлектростанций, теплоэнергетики и так далее. Так, все, Олан, заканчивай, все, хватит. Покажи колечки, вот они. Трехфазные системы 0,4 кВт и так далее. Если там кому-то интересно будет. Даня все продолжает рассказывать. Да, альтернативная электроэнергетика. Все, Даня. Гидроэнергетики, станции, переходные процессы. Воронеж, мой любименький приветик. Даня, все, Даня, Даня, все. Если честно, у меня весь день чешется правый глаз. Даня. Вот так вот, Танюшка, я прям и... Даня, хватит меня снимать. Посмотрите, как она выглядит. С другой стороны. Очень красиво. Очень. Даня, отстань. Я не снимал тебя. Ох ты, блин. Даня, зайди в эфир, все к тебе зайдут, сказали. Заходи. Провести прямой эфир? Давай. Они сказали, что они меня все кинут и к тебе пойдут. Да. Проверка соединения. Даня клевый, но с ним ты будешь всю жизнь мучиться. Это точно. Ну вот, как-то так. Малыш, ну тебя обманули, никто ко мне еще не заходит в прямой эфир. Да подожди, чуть-чуть. Так, присоединилась Кузьмина. Привет, Кузьмина. О, привет, Аленка. Так, ребятки, Данчик вышел в прямой эфир. Проверка соединяемся, заходим, смотрим, не стесняемся, здороваемся. Заходите, заходите к нему. У вас уже 100 человек, 103 уже. Мы от Тани тут пишут. Здравствуйте. Я рад вас видеть в своем прямом эфире. Молодцы, что вы от Татьяны. Даня, давай, мне прям интересно, у кого будет больше в прямом эфире зрителей. Привет. Привет. У меня пока 277. Привет, Даня. Сколько тебя смотрят? Привет, привет. Сколько меня смотрят? Меня смотрят пока очень мало, 140 человек. Но главное не количество, друзья, а главное качество. Так, не вздумайте переходить от меня. Привет, Таня. Вот, кстати, уходит, уходит от тебя. 169 моих любимых человек. Привет, Сочи, Таня. Тезка твоя, кстати, Даня. Жорик у меня остался. Так, друзья, вас уже 200 человек. Ты спишь, что я от Тани, я от Тани. И от Танечки ушел, и от Танечки ушел. Так. То есть, родители на кого похожи? Я наполовину, у меня вот эта часть. Мама, они с папин. В общем, попала 50 на 50. Нальчика, привет. Нальчику тоже огромный привет. Друзья, только сейчас вы можете задать самый откровенный и горячий вопрос, на который я вам прямо здесь дам ответ. Сколько у тебя зрителей? 200 человек набралось. У меня 226. Было 350. Хорошо, да. Ешь, короле, большой привет. Луганску тоже. Молдаве огромный привет. Данил, ты любишь Таню. Как вы думаете? Конечно же, люблю. Конечно, люблю. Даня и Таня. Привет из Махачкалы. Махачкале огромный привет. Тамбову огромный привет. Сахалину огромный привет. Пишет, Таня, прости, Даню, тоже надо поддержать. Привет, Украина. Заходите, заходите к Данчику. Пускай у него хотя бы хоть разочек 300 зрителей. Ну, не набирается, не набирается пока. Хоть разочек. Ну, я вас прошу, пожалуйста. Вы прямо от меня выйдите к нему зайдите. Выходите все 300 человек. Пускай порадуется разок человечка. Да что разок. 300 зрителей, пусть будет хоть раз. Я очень редко в них выхожу. Но, блин, ради вас, ребят, я готов иногда заходить и общаться с вами, отвечать на ваши вопросы. Комсомольцы на море, привет. Привет, Сахалина, когда свадьба. Тайна, покрытая мраком. Так, ладно, ребятки, я буду выходить. Захарияш, зачем напишите здесь слово? Заходите всех к Данчику. Захарияш. Мому соседу. Пускай порадуется. Пусть порадуется человек. Ярославль, вам огромный привет. Все, я вас люблю. Белоруссии большой привет. Всем, короче, большой привет. Всем спокойной ночи. Украине, Белоруссии, Ярославль, Петропавловску тоже привет большой. Бывали очень...